В Магнитогорске продолжаются масленичные гуляния. Каждый день этого праздника носит особое название. Например, среда – лакомка. В это время накрывались богатые столы с угощением для гостей, а также разыгрывали фарсы с наряженным медведем про то, как тёча для зятя блины пекла. С меньшим размахом, однако не менее весело, праздновали масленицу в округе депутата Магнитогорского городского собрания Валентина Владимирцева. Свидетелем проводов зимы стал и Павел Берсенев. В древности масленица была связана с днём весеннего солнцеворота, но с принятием христианства она стала предварять великий пост и зависеть от его сроков. Однако сейчас в весёлых хороводах, в озорных игрищах незримо ощущается присутствие дохристианских богов Руси. Масленица – один из самых древних славянских праздников, и он насквозь пропитан языческой символикой. Например, традиционное масленичное угощение блины олицетворяют собой солнце. Именно бога солнца Ярила раньше призывали люди для того, чтобы он помог прогнать им зиму. Хороводы, озорные конкурсы, песни, пляски. В 30-м избирательном округе масленица проходит всегда шумно и весело. На этот раз местом действа стала территория 10-й школы. Гулянием также присоединились и воспитанники 17-го детского сада. Масленицу празднуем каждый год уже давно. Четыре года назад на территории, прямо внутри школы праздновали, а теперь решили перейти на улицу, чтобы жители микрорайона тоже подтягивались. И этот праздник проходит не одноэтапно. То есть по 40 минут 6 мероприятий будет. Депутат по 30-му округу Валентин Владимирцев помогает своим подопечным не только в проведении праздников, но и в делах бытовых, ремонтах, подготовке образовательных учреждений к новому учебному году. Даже за последние 5 лет, я уже не буду говорить за все 15 лет и более, мы поменяли окна в актовом зале, поменяли окна в двух спортивных залах, все за счет средств депутата. В этом году выделено 187 тысяч на ремонт спортивного зала. Ежегодная поддержка одаренных учащихся – это помощь в организации поездок на всероссийские и региональные соревнования. Ну а закончился праздник традиционно – с сожжением чучела, изрядно подморозивший в этом году магнитогорцев зимы. Раньше верили, что вместе с ним сгорают и все неприятности и невзгоды. Дарь, дарь, я знаю, что бы не погасло! Дарь, дарь, я знаю, что бы не погасло! Павел Берсенев, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН.